Начнём с того, что такое всё-таки путь сознательной эволюции. Потому что я убедился, что когда люди начинают работу на пути или продолжают работу, они делают массу всяких глупостей. Глупости это можно было избежать, если бы они всё-таки внимательно прочитали вот те самые семь моментов, которые определяют путь сознательной духовной эволюции. Это программная вещь. Но, как правило, первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, это мы знаем. Ничего вы не знаете. Вот я убедился, что все глупости, все, так сказать, неприятности, ваши, так сказать, ну, что ли, несуразицы в работе на пути, они исходят из вот этих основных постулатов, незнания этих основных постулатов. Давайте разберём сегодня, да, для начала. Вот, а потом, ну, как получится. Надо сказать, что мы живём сейчас в удивительное время. За всю историю земного человечества не было такой уникальной возможности для духовно одарённого человека, чтобы реализовать в полной мере свой духовный потенциал. Никогда этого не было. Вот, поверьте мне, я, наверное, прочитал тысячи страниц разного рода изысканий в духовном плане, начиная там где-то с третьего тысячелетия до новой эры, часть касающаяся истории религии, истории духовных поисков. Так вот, сегодня, сегодня, в конце концов, мы имеем венец, венец духовных исканий, который можно назвать, смело назвать путём сознательной духовной эволюции. Это то, что объединяет и вбирает в себя всё лучшее, важное и главное, которое нарабатывалось в земном человечестве в ходе духовных поисков. Я думаю, что вы теперь знаете, что помимо вот той видимой истории, истории войн, завоеваний, экономических, политических, всех этих выражений и событий, параллельно шёл процесс поиска, поиска пути реализации духовного потенциала человека. Потому что человек, в конечном счёте, пришёл на эту землю для одной единственной цели. Чтобы принести духовный плод. И больше, ну, ни для чего. Если вы, ну, пытаясь мне возразить какой-то иной смысл существования земного человечества, смертного земного человечества, представить, ну, я буду готов вам ответить, наверное. Но вот у меня на сегодня никакого иного варианта не просматривается. Именно для того, чтобы принести духовный плод, пришёл на землю человек. И, соответственно, истинный смысл его существования – это следование по пути сознательной духовной эволюции. Коль созрел, коль готов, коль душа твоя подросла до уровня сознания, при котором задаётся вопрос, а для чего я пришёл на эту землю, почему я страдаю, болею и умираю, то ответ на этот вопрос есть. Это этот путь. И нового варианта ответа на этот вопрос нет. Поэтому истинный смысл существования конкретного человека – это следование по этому пути. Путь есть. Давайте посмотрим, что же всё-таки этот путь в себя включает. И что относится к нашему пониманию пути, а что, так сказать, из самых разных духовных предложений, из меню, которые сегодня в человечестве достаточно широко на рынке духовных услуг представлены, и что к этому пути не относится. Что есть заблуждения, что есть ложные варианты, что есть то, что не приведёт вас к искомому результату. Первый момент. Следование по пути сознательной духовной эволюции – это индивидуальная творческая работа, базирующая на знании механизма эволюции, её движущих сил и основных законов, на знании места человека в эволюционном процессе, его особой роли как переходного существа от человека ментального к человеку супраментальному. Но это индивидуальная работа. Вы теперь поняли, что работа индивидуальная. Никаких коллективных спевок, никаких коллективных хоровых занятий, медитативных и ещё каких-то на этом пути не предусматривается. Ибо этот путь, он реализуется не в какие-то определённые моменты, суток, дня, ночи, как хотите, не по какому-то распорядку, да, каждодневному, а он реализуется в течение всей вашей жизни, повседневной жизни. И поэтому вы остаётесь один на один с той силой, которой вы обязаны открыться, и, соответственно, вот эта индивидуальная работа ваша, она продолжается, ну, в течение суток, мы с вами убедились, открывшись этой силе, мы и на ночь её открываем, она идёт, у нас работает, мы и утром просыпаемся, в реальном времени начинаем жить, да, здесь, сейчас, не фантазируя, не убегая умом из реальности, ни в прошлое, ни в будущее, вот. В свободное время, да, мы учимся молчать по-настоящему, когда у нас есть возможность. Есть возможность, бывает, да. То есть в течение суток, по сути, мы с вами способны индивидуально работать в направлении реализации этого пути. Только индивидуально. Если мы с вами собираемся сейчас, разговариваем на какую-то тему, да, которая касается этого пути, то это не более как духовное просвещение, могу вам сказать. Потому что просвещение духовное, это очень важный аспект сегодня, потому что правильного духовного просвещения до сих пор, до сих пор нет. Его нет, оно отсутствует. Понимаете, что такое правильное духовное просвещение? Вот правильное духовное просвещение, оно базируется на знании механизма эволюции. В чём эволюция духовная, не эволюция дарвиновская, а эволюция человека, как существа, которое призван свыше принести духовный плод. Вот об этой эволюции практически мы ничего не знаем. Мы не знаем движущие силы эволюции, не знаем, что движет эволюционным процессом, хотя мы догадываемся, наверное, на практике способны проверить, но в целом человечество, в общем-то, слепо в этом отношении. Вот оно где-то ещё на уровне детства. На знании основных законов эволюции мы говорим о законе перерождения, законе реинкарнации, мы говорим о законе продуктивной эволюционной напряжённости в эволюционном поле. Есть ещё ряд законов, которые достаточно хорошо и ясно нами ощущаются, чувствуются на нашей практике, когда мы начинаем работать на этом пути. Так что духовное просвещение должно ещё и касаться самого человека. Вообще, человек, что это такое? Вот сегодняшний человек явно не венец эволюции. Вы, наверное, согласитесь со мной? Вот последние события показывают, что вообще какой-то кошмар творится. Что этот огромный сумасшедший дом, который сейчас уже не диагностируется никем как ненормальность. Это считается нормой. Считается нормой. И я думаю, что для многих людей сегодняшние события, которые рядом с нами происходят, не там, где-то в Африке, хотя и в Африке там тоже, и на Востоке тоже происходит, вы заметили, что это нечто, что вообще не укладывается в понятие человека как венца творения, как венца эволюции. Значит, человек сегодня находится в некой, ну что ли, стадии развития, которая зашла в тупик, какая-то тупиковая вещь. Ну, правильнее, наверное, в этом отношении использовать терминологию Шри-Аурабин, он говорит о человеке как о переходном существе. Как о переходном существе от человека ментального, то есть использующего свой ограниченный разум в жизни, к человеку, супраментальному человеку, который, в общем-то, должен в конечном счёте состояться в новом качестве, в принципиально новом качестве, то есть состояться как творение действительно божественное, как творение, которое способно, способно не только, не только измениться самому, но и воздействовать и на окружающий мир. Вот сегодня мы находимся в этой, именно земной человечестве, находимся в этой болезненной переходной стадии. Поэтому всё, что происходит в этом мире сегодня, это процесс естественный. И как бы мы с вами не пытались добрыми намерениями, призывами к справедливости, к миру, к милосердию воздействовать на человечество вот этими пустыми вещеваниями, ничего в этом направлении измениться не может. Это совершенно очевидно. И поэтому, когда речь заходит о том, кто же и кого должен спасать, спасать человек должен прежде всего самого себя. Спасать человечество сегодня, наверное, это, в общем-то, затея абсолютно бесперспективная. Хотя этим занимаются, занимаются те, кто должен заниматься хоть какими-то, так сказать, вещами, которые могли бы как-то смягчить вот всё происходящее, люди это делают, но это ни в коей мере не может радикально изменить то, что творится в человечестве. Ведь если не изменяется сознание людей, не изменяется сознание людей, то никаких изменений, видимых изменений в той самой жизни, в которой живут люди, их быть просто не может. То есть сознание, очевидно, не меняется. То есть вот этот тупиковый вариант развития, каждый тупиковый вариант развития имеет один единственный вывод. Те, кто имеет достаточно зрелую душу, то есть имеет духовный талант, должен начать заниматься спасением себя. И вот путь сознательной духовной эволюции, это как раз есть тот вариант спасения, единственный вариант спасения, который, в общем-то, нам предлагается уже как результат всех многотысячелетних, многовековых духовных поисков в земном человечестве. Итак, следование по пути сознательной духовной эволюции – это индивидуальная творческая работа ещё. Что такое творческая работа? Некоторые думают, что если они получат какую-то, так сказать, схемку молитвенную, медитативную, распорядок дня, вот по этой схемке они свою жизнь каким-то образом устроят и будут жить с сегодняшнего дня до самого, так сказать, конца, да, земного существования. То есть, нечто, что раз и навсегда установленное, вот я это буду делать, буду делать, буду делать, буду делать, то есть, на всю жизнь. На самом деле, на самом деле, работа на пути сознательной эволюции – это работа творческая. Творческая в том смысле, что есть варианты начала работы на этом пути, есть разные варианты, которые подходят людям, которые, ну, допустим, имеют склонность к каким-то религиозным началам, есть такие люди, безусловно. Есть люди, которые, ну, в хорошем смысле являются скептиками, материалистами, которые не могут начинать работу там с молитвенного варианта. Есть такие люди. Но имеют зрелую духовную основу. Им тоже надо это реализовывать, то, что они несут в себе. Безусловно, да, потому что думают многие, что только те, кто пошёл в церковь, кто начинает читать там Ветхий и Новый Завет, те люди как раз и идут или готовы идти вот этим духовным путём. Это не всегда так. Потому что зрелая душа, на самом деле, она на сегодня очень скептично относится к тому, что предлагает ей та же самая церковь, те же самые духовные пастыри. Потому что вот то, что предлагается в духовном плане религиозными организациями, в основном рассчитано на людей уровня ниже-среднего, то есть ниже-среднего потенциал духовный. Есть, ну, не поиск, но он ограничивается какой-то ритуальной составляющей. Вот какие-то ритуалы там соблюдаешь, и вроде всё в порядке. Вы поняли, о чём идёт речь? А зрелая, достаточно зрелая душа, она этим удовлетвориться не может. Вот этими крохами с этого стола, с церковным, она просто не может удовлетвориться. Поэтому для неё требуется другой вариант начала работы на этом пути, на пути постижения истины. Допустим, вариант медитативный, молчание ума. Вот когда мы действительно начинаем с молчания ума, с правильного молчания ума, то есть ум молчать может, так сказать, разными путями. Можно заставить его молчать или попытаться молчать, но когда мы начинаем с правильного молчания ума, об этом мы с вами поговорим, что такое правильное молчание ума, то тогда мы Мы сразу же прикасаемся к высшей форме молитвенного состояния. То есть, по сути, все великие христианские праведники заканчивали свою работу, работу имеется в виду методическую, что ли, практическую, установлением молчания в уме. Они говорили о том, что именно молчание ума есть наивысшая молитва. Все, без исключения, великие христианские праведники. Поэтому, если мы с вами начинаем работать на пути сознательной влете с молчанием ума, то мы как бы прикасаемся к высшей форме реализации духовной. Это бывает сложно, это не всегда бывает сразу успешным. Но, тем не менее, с какого-то момента мы начинаем действительно понимать, что молчащий ум как раз и есть то самое главное, основное и базовое начало в реализации нашего духовного потенциала. Поскольку то, что не дает нам возможности познакомиться с той самой силой, которая будет нас переформировать в направлении духовной реализации, то, что не дает нам ее почувствовать, это наш вечно кричащий, вечно полемизирующий, вечно жужжащий и беспокойный ум. Согласны? Ум у вас беспокойный или ничего? Нормальный? Нет. Я думаю, что у многих уже нормальный. Я так смотрю, во всяком случае, многим уже удается где-то его притормозить, и они могут уже сравнить, что такое ум, который бесконечно тракет, и что такое ум, который имеет период молчания. Вот в эти периоды молчания действительно и происходит самое важное, самое главное в наше сознание, в наше тело в том числе, дозировано буквально по каплям, проникает та самая сила, божественная сила, эволюционная энергия, в христианстве это называют Духом Святым, которая нас переформировывает, которая пытается сделать нас именно тем, кем мы задуманы по плану Господа. Второй момент. Следование по пути сознательной духовной эволюции – это сознательное подчинение всей своей жизни, как внутренней, так и повседневной, постижению истины с реализацией в конечном счёте учения Спасителя в его родниковой чистоте, то есть незамутнённого вмешательством невежественных толкователей. Смотрите, следование по пути сознательной духовной эволюции – это сознательное подчинение всей своей жизни реализации этого пути. Всей своей жизни. То есть вы выбираете не развлечение какое-то духовное, не медитативные практики, не то, что вы с случая к случаю будете где-то реализовывать, а вы должны в корне изменить свою жизнь, своё отношение к жизни, к повседневному поведению. То есть это то, что в конечном счёте даёт вам возможность действительно почувствовать изменения в вашей жизни на всех планах, во всех её составляющих. Не просто в какие-то определённые моменты вы там где-то молитесь, или медитируете, или какие-то там ещё мероприятия магические совершаете. А действительно, во всех аспектах вашей жизни постепенно-постепенно устанавливается определённая дисциплина, определённый порядок, и вы видите те самые изменения, которые даёт вам возможность оценить то, что вы делаете, как нечто, что действительно меняет вашу жизнь, меняет ваше состояние. И в конечном счёте-то реализация идёт учения Спасителя, учения об обретении Царства Божьего и жизни вечной через посредство стяжания Духа. Он об этом сказал 2000 лет тому назад, но по сути только сегодня мы можем в плане, так сказать, механизма реализации, понимания того, о чём говорил, на практике, на практике, которая, в общем-то, опирается на опыт, огромный духовный опыт великих праведников, христианских в частности, и опыт людей сегодняшних, которые на пути реализации, о котором мы говорим, тоже претерпевают эти знаковые изменения. То есть сегодня мы имеем возможность осязаемо получить подтверждение тому, о чём Спаситель говорил 2000 лет тому назад, в части, так сказать, раскрытия вот той самой тайны, той самой тайны, которая перестаёт быть тайной, поскольку сегодня никаких тайн быть не может, что только через посредство Духа, через посредство открытия Духа мы с вами можем измениться в направлении обретения и психологического бессмертия, Иисус называл это Царством Божьим, обретение Царства Божьего здесь, на земле. Не на земле Царства Божьего, как некого общечеловеческого Царства, а как того самого Царства, которое присутствует, как божественная искра, внутри каждого человека. И вот на территории Божественной Души, в момент духовного рождения, человек оказывается, оказывается в том самом Царстве, здесь, на земле, которое служит основой для дальнейшей эволюции его духовного потенциала, для дальнейших открытий, которые он опять-таки делает в своём существе, как обретение жизни вечной, на базе вот этой духовной единицы, и вот той самой искрой Божией, которая разгорается по мере вашего продвижения по пути сознательной эволюции всё больше и больше, и происходит образование совершенно новой тонкой вибрационной структуры, которая несёт в себе уже элементы волновой природы, вибрационной природы, то есть той самой природы, которая не способна быть повреждена ничем. И любая материальная структура, а мы с собой представляем сейчас материальную структуру, человеческое тело, человеческий организм, это то, с чем мы кровно связаны, буквально с чем мы не расстаёмся, и называем это собой, в конечном счёте она должна претерпеть какие-то изменения в плане деградации, перестать существовать. А вот эта новая структура, которая пробуждается и рождается где-то на субклеточном, можно сказать, даже на субатомном уровне, она должна перевести нас, что ли перевести наше сознание из чисто материальных условий существования на тонкоматериальный план бытия, который не способен быть повреждён и разрушен никакими внешними деструктивными силами. Вот это очень важный момент. Третий момент. Следование по пути сознательной духовной эволюции – это непременно открытие и непрестанное стяжание нисходящей эволюционной энергии, или Божественной силы, или Духа Святого, которые выполняют всю необходимую работу по эволюционной трансформации вашего сознания, без вмешательства чьей-либо индивидуальной воли, личной или посторонней. Итак, следование по пути сознательной духовной эволюции – это непременное открытие и непрестанное стяжание нисходящей силы. Если вы не откроете эту силу, и если она не будет работать у вас непрестанно, то есть открытие, и потом, так сказать, период, когда она действительно вступает с вами в стойкий контакт, то если вы не открыли эту силу, если не установили с ней стойкий контакт, что никаких изменений эволюционных у вас просто быть не может. Если вы от случая к случаю где-то там молитесь, или медитируете, даже если правильно медитируете, но от случая к случаю, то получается так, что в какой-то момент, в какие-то периоды вы контактируете где-то по капельке с этой силой, но нет постоянного контакта. Для того, чтобы вы изменились на самом деле, для того, чтобы что-то произошло в части радикального изменения в вашем существе, эта сила должна работать у вас постоянно. То есть наша задача в работе на пути сознательной эволюции, в методическом плане, установить стойкий рабочий контакт с этой силой. И когда он установлен, тогда многие проблемы, касаемые вашего физического здоровья, психического здоровья, я не говорю уже о реализации вашего эволюционного потенциала, они решаются достаточно просто. Бывает и болезненно в каких-то переходных моментах, но тем не менее, ни вы работаете, ни чья-то воля в вас работает чужая, какой-то учитель, какой-то гуру, не знаю, ещё кто-то, кто пытается воздействовать на ваше сознание. Именно вот та самая сила, которую вы открыли, которой вы доверились, она выполняет всю эволюционную работу. Видите, как просто. Вы понимаете всю простоту того, что в конечном счёте должно определять вашу последующую жизнь, если вы выбрали для себя этот путь. То есть вы открываете силе, которая выполняет всю работу сама. Ваша основная задача – просто не мешать её работе. Ну, мешаем мы, как правило, очень активно, поскольку мы сомневаемся, правильно ли мы идём, на каком этапе мы находимся. Всё то, что, в общем-то, должно быть просто выброшено из нашего сознания, мы не должны думать о результате, мы не должны привязываться к какой-то схеме реализации. То есть у нас задача – просто открыться этой силе, умолчанию ума в частности, и дать возможность ей делать то, что она сочтёт нужным с нами. Вот и всё. То есть очень просто, но тем не менее, если ум ещё пытается сохранить свои позиции в нашем существе, он нам подбрасывает массу вопросов, тех самых вопросов, которые заставляют нас топтаться иногда на одном месте. То есть когда мы задаём вопрос, когда мы сомнимаемся по поводу одного, другого, третьего, что нам не нравится иногда бывает, нам хотелось бы, чтобы было так, как написано в книжке, но не всегда это получается. И основная задача как раз в том, чтобы не привязываться к какой-то схеме духовной реализации, а наблюдать за тем, что с вами происходит, не вмешиваясь в ум, во всё происходящее. То есть каким-то образом быть сторонним наблюдателем. Вот это очень сложно. Очень сложно. Это высший пилотаж, духовная работа, просто быть сторонним наблюдателем. Понимаете, что это сложно, да? Но получается, я думаю, что у многих это получается сейчас. Взять и наблюдать, что с тобой происходит. Вот просто наблюдаете. И тогда действительно открывается бездна всяких, так сказать, интересных вещей. В чём они могут каждодневно открываться, потом через какой-то период. А потом, когда проходит, ну, относительно длительное время, когда устанавливается достаточно стойкий контакт с этой силой и динамическое равновесие возобладает, то есть сколько сил вы приняли, столько сил усвоилось, с какого-то момента, кажется, что ничего с вами вообще не происходит. Это самое хорошее состояние, когда вы, открыв силу, установив с ней стойкий контакт, потом ощущаете, что с вами ничего вроде бы не происходит. Это замечательно. Нам-то кажется, что духовная работа, она всё время должна быть какими-то рывками, подвижками, вспышками, какими-то яркими переживаниями, хотя на самом деле на каком-то этапе это бывает, но потом постепенно-постепенно всё это сходит на нет. Поскольку эта сила уже берёт все полномочия в свои руки, она начинает работать так, как считает нужным, а мы просто ей не мешаем. Вот когда мы ей мешаем, или когда она только-только пытается установить такой контакт рабочий с нами, то тогда происходят вот такие моменты, которые яркие, запоминающиеся, какие-то феерические моменты. Но это вот тот самый период, когда в духовной работе возникают какие-то ускорения, либо деформации, понимаете, да? Значит, есть что-то, что не протекает гладко. То, что, в общем-то, требует каких-то определённых притирок, что ли, или времени для того, чтобы процесс действительно пошёл достаточно мягко и без особых каких-то видимых феноменов. Четвёртый момент. Следование по пути сознательной духовной эволюции – это становление стойкого контакта с нисходящей эволюционной энергией посредством практики нисходящей медитации или и искренней сердечной молитвой с последующим абсолютным смирением и полной сдачей себя в руки этой силы. То есть, по сути, установив стойкий контакт с этой нисходящей энергией, можно посредством практики нисходящей медитации, то есть никуда медитативно не подниматься кверху, а просто молчать в уме. Когда ум молчит, то естественным образом вот эта энергия нисходящая, которая присутствует в каждой точке пространства, она самотёком буквально входит в вас, входит в макушку головы, то есть точка над макушкой головы, есть как раз входные ворота этой энергии. Когда ваш ум молчит, то процесс, в общем-то, начинает осуществляться. И ещё, если вы действительно склонны к духовной реализации через посредство молитвы, то молитвенное состояние или молитва сдача, то есть готовность предать себя в руки Господа, всецелая готовность как состояние вашей души, это тоже молчание ума. Когда вы действительно готовы предать себя в руки высшей силе, то какие могут быть мысли? Мыслей нет никаких, да? Либо медитативный, либо молитвенный вариант работы даёт возможность нам установить рабочий контакт, стойкий рабочий контакт с нисходящей силой, с божественной силой, с нисходящей эволюционной энергией, как хотите это называется, или с Духом Святым, неважно. Кого какое название пугает, отбросьте его, оставьте то, что вам подходит просто по слуху, да? Пусть это будет так. То есть, по сути, есть всего два варианта открыться этой силы. Нисходящая медитация, то есть просто молчание ума, когда эта энергия идёт в вас самотёком, или искренняя сердечная молитва. Вот эти два варианта работы практической, которые даёт возможность установить контакт с этой силой, они не навсегда. Только на период установления с ней стойкого контакта. Как только вы установили с этой силой стойкий контакт, уже и молитвенно-имитативная практика, как таковая, как практика, эти варианты работы уже не нужны. Просто ощущение сдачи того, что вы открылись этой силой и готовы ей довериться, вот то самое состояние, которое должно определять вашу последующую работу. То есть, открылись этой силой и полностью ей доверились. И если есть полное доверие этой силы, то никакие методические ухищрения, никакие практики уже не нужны. То есть, по сути, вы находитесь в состоянии постоянного контакта с этой силой. Вы только в молчании, в полном молчании где-то, вы здесь суеты ощущаете, идёт поток, идёт. Ну и слава Богу. То есть, по сути, эта сила уже независимо от того, работает ваш ум или не работает, она стойко присутствует в вашем существе. Она работает, работает и работает. И в конце концов, она и устанавливает окончательное или полное молчание ума. Потому что, чем сильнее поток, тем он эффективнее размывает вот те несанкционированные мысли, которые пытаются проникнуть в ваше существо. Интенсивный достаточно поток, он устанавливает сам молчание в уме. Вы тоже это способны будете проверить именно на практике. Пятый момент. Следование по пути сознательной духовной эволюции – это не культивирование эго, ментального, витального или духовного. Это не укрепление собственной эгоистической воли. Это не наработка психологических или религиозных стереотипов поведения, а последовательное умоление эго, освобождение от всех стереотипов и, наконец, полное смиренное предание себя этой высшей воли. То есть, то, что предлагают многие духовные практики, в которых человек как бы сам своими усилиями достигает каких-то результатов, это не что иное, как культивирование эго. Это не что иное, как раздувание той, так сказать, структуры в нас, которая мешает истинно духовной работе. То есть, по сути, вот то, что предлагается во многих практиках и во многих школах, как усилие, направленное на совершенствование себя, пусть в духовном плане. Вот эта работа с усилиями – это и есть культивирование эго. Это не открытость, не смиренная сдача в руки той силы, которой выполняет всю эту работу. А это попытка какими-то волевыми усилиями изменить себя. Волевыми усилиями мы можем только наработать какие-то определенные стереотипы поведения. Ну, церковь нарабатывает стереотипы религиозного поведения. Ну, знаете, что такое, да, стереотипы религиозного поведения? Всё чётко размерено, всё, так сказать, по плану. Вот каждый шаг определяется какими-то регламентирующими вещами, да. Это не что иное, как действительно стереотипия поведения. Наша задача в конечном счёте, чтобы ни единый стереотип в нас не был наработан. Просто как только человек нарабатывает какой-то стереотип поведения, там, праведного поведения, стереотип духовного поведения, значит, какой стереотип праведного поведения? Ну, праведник, вот у него всё там, так сказать, по полочкам, он знает все заповеди, с какой ноги как вставать, как приступать к еде, как общаться с людьми. Но, тем не менее, это некая механическая структура, механическое поведение, которое не имеет никакого отношения к истинно-духовной реализации. Потому что истинно-духовная реализация не приемлет никаких заданных норм поведения. Но это не значит, некоторые говорят, как это так, вот какие-то, так сказать, моральные истории должны быть. Ну, как только есть моральные устойки, значит, есть некие ограничения, да, вы согласитесь? Если вы ведёте себя правильно и правильно, то что у вас где-то сидит то, что вы в себе давите, да, понятно, наверное? Вот, вам хочется, но нельзя. Вот. Продолжение следует...